итак здравствуйте после того что вы видели скорее всего перед этим м у меня в общем вылетел майнкрафт джава новая джава я так предполагаю жутко батхиоркет от старого майнкрафта старый майнкрафт он рассчитан на старую джаву у меня на новое вот так вот но и о чем мы там говорили о майтане всякой фигне которая абсолютно к майнкрафта не имеет отношения ну что я могу сказать о том что это абсолютно бессмысленные все вещи и вообще что они говорить фактически бессмысленно ну потому что вещи сами не имеет смысла и говорить о них тоже не имеет смысла так вот об этом я уже сказал но в принципе то что какое предложение собственно как альтернатива типа вот допустим тиран янукович там и так далее м как его победить если не майданом дело в том что все наверно знают 2004 год так вот цель тогда было намного больше людей на майдане и фактически этот майдан был выгоден всем фактически тогдашним лицам которые были власти поэтому это такой спектакль который был разыгран чисто не знаю по приколу в общем то был разыгран и в общем то одни вары сделали дорогу другим варам к власти так сказать проводили кучму с фейерверками и аплодисментами и так далее сейчас же ну в общем то какие то там стоят меньшинства абсолютно убогие которые радикалы всякие и в общем то они они да я их не уважаю я вас не уважал поняли алкаши если бы не знаю ну скажем так дело в том что все зависит но он на месте военных если честно если бы у них были развязаны руки один спецназовец мог бы перестрелять весь майдан вы не знаете возможности современного оружия но при этом как вы видите все еще обошлось более не менее причем применяли силу в основном те вот то вот дебилы которые неизвестно где взяли это оружие которое к счастью было ну самодельным это к счастью если бы у них было скорострельное оружие естественно жертвы было бы намного больше но слава богу никакой дебилам не продал это оружие или же они настолько дебилы что не смогли найти такого дебила который бы его его продал ну и что еще я могу сказать это то что типа какая альтернатива как же злого януковича сместить с власти можно было я не знаю сейчас я не уверен что его сместят там куда то и так далее дело в том что ну понимаете когда начинается вот такая вот гражданская война где одни дебилы представители наиболее тупых особей процент дерутся друг с другом непонятно за что в общем с другими дебилами дерутся при этом стреляют в себя это фактически массовое самоубийство а не какая то там революция и так далее в 2004 году все было организовано опять же организовано умными людьми которые имели связи со властью а сейчас в общем то но вы понимаете почему никто даже при наличии финансов но отсутствие мозгов не собирается делать всякие там революции потому что это смерти подобно для самого революционера просто потому что он дебилы не должны устраивать революции их должны замок задумывать гении осуществлять фанатики оплодами пользоваться проходимцы сейчас мы видим что задумали ее дебилы то есть проходимцы осуществляют опять же фанатики оплодами будут пользоваться все но к сожалению плодами не очень сладкими то есть выпустят допустим юлю а вы уверены что юля будет хороший я не уверен я вообще думаю что она будет похуже чем янукович потому что превратить страну в страну ну ладно это уже субъективное мнение поэтому я его говорить не буду так вот как сместить сместить можно тем же способом которым янукович добился власти то есть он он не устраивал его революции вы заметили или нет он наиболее адекватный человек который пришел к власти путем долгих попыток то есть он долго пытался он даже сидел в тюрьме по моему по политическим как раз приколом и он исправлял свои ошибки как по мне так если присмотреться то довольно таки адекватный человек и я не знаю насчет миллиардеров и так далее но уж точно если говорить о тех ворах которые до него были то пусть уже ворует даже я бы сказал так потому что он хоть бы тоже вор но те же безнаказанными ушли а ему представьте как обидно то есть другие воры наворовали а мне воровать не дают я что хуже их или что но вот так вот видите получается что он все таки хуже их потому что вот такие вот херню устроили при том что я не заметил особого подорожания и вообще то есть моя жизнь не менялась со времен того как януковича выбрали я не знаю кого там что не устраивает может их не устраивает что их на x-factor и там деньгами одаривают обильно то есть их это не устраивает и они решили чтобы сделать юлю и юля в общем то будет налоги с этого всего x-factor обрать и так далее ну я думаю так как больше ей наворовать не откуда будет так ладно так вот так как я уже мысль не могу закончить сто лет вот я достроил в общем то но вот то что дальше у нас будет а где кстати выход я не туда выход сделал я чё дебил ну ладно значит будут такие бойницы вот сюда похоже выхода ну да придется где то здесь еще дверь делать наверное а может пусть так останется безопаснее будет так вот если вы более достойные я говорю этим всем революционерам которые добились своего якобы ну может и не добились я как бы намекаю на это то что если вы считаете себя более достойными власти так попробуйте не выводя майданы победить попробуйте сами пробиться во власть то есть вот эти вот все взятки платить вот это вот все стать депутатами вот это вот все справедливо к народу относиться при этом вы не будете справедливо относиться к народу если вы будете депутатами слишком большой соблазн слишком много привилей у депутатов вы просто присоединитесь к этому говну всему и вы говорите, что вы достойны править страной мне прямо смешно то есть если вы хотите, то есть фактически они хотят просто так получить то ради чего люди всю жизнь работают это, знаете, мне напоминает фильм этого области тьмы то есть фильм, где с помощью наркоты чувак всего добился но у вас нет этой наркоты и вы используете в общем-то отправляете людей своих на смерть, своих товарищей ожидая, что потом отхватите какой-то куш это глупо, как по мне ладно, ну и мы как бы сделали все, что планировали в этой серии о, слабо, мог бы спавниться а то я уже боялся и овечка бегает и башня стоит и все замечательно я прямо нереально оригинален я уже придумал, как я буду делать, короче, железную дорогу навесную блин упал не туда но слабого не так высоко было так вот я вообще то есть я узнал о том, что вот это там бойня какая-то произошла только через несколько дней после этой бойни и в общем-то посмотрел там в интернете всякую херню как всегда пишут в интернете впрочем в новостях еще большую херню показывают хотя я не смотрел новости но мне говорят что они интересны что-то я сомневаюсь что новости вообще могут быть интересными там как было все 50 лет назад так и сейчас есть и хочу сказать что да вот мое мнение обо всем об этом что вот это вся ситуация надеюсь вы не будете дизлайкать активно но дело о том что я просто не знаю как видите я постарался выступить кара ну как можно нейтральнее то есть в этой всей ситуации ну в смысле не говорить ни против кого ничего м просто сказал что зря интеллигенция убивает себя ради каких то ценностей которые абсолютно к ним никакого отношения не имеют ведь если насколько я знаю люди выступают на каких то шоу или же тот же кличко который получает за бой миллионы ему только власти не хватало в принципе но за это ложить свою голову это глупо или за какую-то Европу Европа вообще если бы она хотела нас принять она бы давно уже приняла или вы думаете они там тупые нет это американцы могут быть тупыми и то в основном их народ а европа они не тупые они далеко не тупые они умнее вас всех и если вот это вот случается тут какая-то херня то она случается не случайно то есть если вы вышли на майдан это значит что никому не выгодно чтобы вы в Европу куда-то вступали они таких варваров как вы в гробу видели а на самом то деле просто испортить сделать как у и уничтожить на хрен побольше народа таким вот незаурядным способом строил их друг с другом да но это политика политики можно говорить сколько угодно я вообще был в шоке когда на похоронах моей бабушки когда мы ее поминали она недавно умерла царство и небесное не знаю зачем я это говорю я не верю в бога но я уважаю веру других хотя и не всегда когда они начинают со своей верой лезть в общем то и говорить что ты типа должен верить или еще что то то идите вы в жопу я вас уважаю но это не значит что я позволю вам изнасиловать меня ванус фактически это то же самое то есть что ты будешь то есть я заставят верить и ты начнешь верить что тебя изнасилует ванус это одно и то же самое фактически поэтому если вы верите то верьте себе спокойно и не мешайте жить тем кто не верит то же самое наоборот если ты не веришь что не мешает жить тем кто верит так вот на паханах моей бабушки все говорили только о политике я был в шоке я специально то есть все ушел раньше но ужас просто то есть нет да человеке говорить пару тостов о человеке а остальное за то чтобы янукович ушел тосты пошли это просто ужас если подумать то есть люди вообще не понимают что такое смерть то есть те же старики они говорят всякую ерунду процент то есть например этот взять что ли отец моей сестры начал говорить она так боялась умереть и вот и умерла иначе выжать пидорас он вот кто если честно я и я наверное специально так же поржу как он ржал на на поменках моей бабушки на его поменках и буду говорить ха 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 он смеялся над тем что моя бабушка умерла а теперь он сам сдох вот так вот знаете ли это довольно обидно особенно если ты знаешь человека хотя она и знала своих друзей кучу лет то есть 40 лет но при этом они настолько не уважают ее это положить деньги они в гроб не забыли то есть какие то абсолютно процент от себя ческие вещи сделать они не забыли какие то ритуалы которые ну языческие я бы сказал даже не христианские сделать они не забыли но при этом мы хотя бы капельку уважения к мертвому пусть и мертвому но человеку они забыли проявить слишком много материализма но и так ладно я уже зациклился то есть большинство выпуска сейчас проходит фактически я как какой то блогер только вместо моей рожи здесь кубы и свинюшки кубы и свинюшки вместо рожи так вот с вами был парадигм это были очередные серии по майнкрафту ностальгия плея смотрите меня и в будущем подписывайтесь ставьте лайки или можете не ставить лайки мне уже если честно плевать так как вы все равно их не ставите какой смысл мне каждый раз говорить это какой смысл мне на вас тратить какие то это вы же не знаете что я вот лажу на вики чтобы в игру хорошо научиться играть показываю вам это все но всем плевать всем главное жака посмотреть какое нибудь шоу где чувак не знаю там м рисует члены кругом рисует члены говорит о джастине бибере и так далее то есть это охрененное шоу которое достойно пятидесяти тысяч лайков я реально так видел то есть что такое шоу набирает пятьдесят тысяч лайков сто тысяч лайков но при этом абсолютно адекватные какие то прохождения где ты не говори что паукняша давай я тебя убью паукняша паукняша так далее ой паучок ой овечка давай я тебя убью овечка ты такая красивая давай я тебя убью нафиг так такие шоу они популярны популярность это не помню что кто говорил но в общем говорил очень умный человек что это банальность кинутая массы вот так вот с вами был парадигм сейчас я поставлю картину о замечательная картина гляньте всем пока до следующих серий а